Здравствуйте, в эфире интервью КИЗ. В студии для вас работаю я, Даниил Рамазанов, и наш сегодняшний гость, министр охраны окружающей среды Нурлан Каппаров. Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте, Даниил. Ну, во-первых, мы благодарим вас за то, что сегодня вы откликались на наше предложение принять участие в передаче. Ну, и с вашего позволения, сразу, скажем так, к основным вопросам, которые нам хотелось бы вам задать. Ну, во-первых, какие конкретные шаги на сегодня предприняты для создания условий для перехода именно на зеленую экономику? Именно зеленую экономику нам сегодня хотелось бы обозначить, основной темой передачи. Проделана очень большая работа по подготовке начала работы над стратегией по зеленой экономике. В первую очередь мы сделали доклад о зеленой экономике на Совете по устойчивому развитию правительства. И наша основная задача была ответить, что такое зеленая экономика, может ли она быть применима в Казахстане или нет, в каких сферах зеленая экономика может быть применима, и должны ли мы начинать внедрять зеленую экономику или нет. И этот доклад привел к выводу, к такому, что Казахстану пора начинать переходить на зеленую экономику. И благодаря этому докладу мы убедили правительство о том, что и всех наших коллег, что надо это делать. И после этого президент страны поручил начинать разработку над стратегией. Я лично ему докладывал результаты работы на Совете по устойчивому развитию. Он нам дал конкретное поручение начинать работу над стратегией. И мы в данный момент находимся в начале этого пути. У многих людей понимание зеленой экономики, что это зеленая энергетика, или некоторые люди думают, что это снижение выброса в атмосферу, это всего лишь куски зеленой экономики. На самом деле зеленая экономика – это понятие намного шире. Это и сельское хозяйство, это и водные вопросы, это утилизация отходов, это газовые вопросы. Это касается практически всех вопросов жизнедеятельности нашей. Даже городское планирование, внедрение электромобилей и так далее, транспорт, инфраструктура. Каким образом зеленая экономика отразится на жизни простых граждан, наших соотечественников, всех казахстанцев? Ну, одна из дефиниций определений зеленой экономики – это улучшение качества жизни и благополучия людей. И перевод экономики на такие рельсы, когда экономика по-прежнему растет, но при этом обеспечивается благополучие граждан и не наносится вред окружающей среде. Поэтому однозначно зеленая экономика должна, ее главной целью будет улучшение качества нашей жизни. Планирует ли государство поддерживать предпринимателей, желающих, скажем, работать именно в таком зеленом формате, производить экологически чистую продукцию? И какие меры, на Ваш взгляд, нужно предпринять для того, чтобы заинтересовать бизнес, сообщество, предпринимательский сектор, двигаться вот именно в этом направлении? Предпринимательство обязательно, и, по сути, зеленая экономика будет внедрена с помощью предпринимателей. Мы сами ее внедрять не будем. Мы должны придумать правила игры, мы должны разработать программы и законы, как бы определить рамки, задать тон, а исполнять и делать будут все предприниматели. Наши предприниматели или зарубежные инвесторы, или вместе с госкомпаниями, без госкомпаний. Но все предпринимательское сообщество должно быть вовлечено. Ну и обязательно элементы стимулирования должны присутствовать. Я не могу конкретно сейчас сказать, какие они будут, потому что это будет преждевременно. Но я могу сказать, как это делают в других странах. Это делают путем финансовых инструментов, это делают через налоговое стимулирование. Это делают другими методами, любыми методами, чтобы привлечь предпринимателя к участию в процессе. Нурлажа Абулыч, ну вот вы же сказали, что зеленая экономика, она коснется практически всех сфер жизнедеятельности. Но, тем не менее, на ваш взгляд, какие секторы экономики наиболее удобны для озеленения, будем так говорить? В первую очередь, это энергоэффективность и энергосбережение. Наиболее покупаемой, быстрой инвестицией будет, если мы в энергосбережение проинвестируем. Это причем окупаемость будет больше, чем окупить новую электростанцию. Поэтому мы часто смотрим вперед, не оглядываясь назад. Вот оно здесь лежит, и это самый легкий, как говорится, фрукт, который можно поднять от земли. Вторая сфера, это будет возобновляемый источник энергии. Вот это большая сфера, в которую мы можем тоже резко направить наши инвестиции. Третья сфера я бы назвал, наверное, утилизация отходов. Вот в первую очередь, это заводы ТБО. Мы уже начали делать ТЭО на 8 заводов, которые мы начнем уже реализовывать, начиная со следующего года. Но в целом у нас программа до 40 заводов построить в течение 10 лет. И четвертое, это, наверное, рынок по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу, который мы запускаем на следующий год. Все предприятия, которые выбрасывают больше 20 тысяч тонн СО2 в атмосферу, они будут все обязаны вовлечься в эту торговую систему квотами на выбросы. И вот эта сфера закрутится с следующего года, и она должна привести к снижению выбросов в атмосферу парниковых газов. Сейчас к вопросам о финансировании. К примеру, Корея намеренно вкладывает в развитие зеленой экономики до 2% от своего внутреннего валового продукта. Может ли на сегодня казахстанская экономика позволить себе такое? И в какой мере, в принципе, государстве будут участвовать в финансировании зеленой экономики? Как вы сейчас сказали, что бизнес, частный сектор, частное предпринимательство, оно тоже должно принимать активное участие. Даня, это хороший вопрос. Я уже об этом говорил в других интервью, что до 2%, не 2%, а до 2% ВВП обычно страны инвестируют, когда начинают резко принимать решение на зеленый рост, начинают зеленую программу. И обычно это до 2% ВВП по оценкам ЮНЕП. Но в частности, вы сами говорите, Корея начала до 2% ВВП инвестировать. До 2% означает, это может быть и 0,1%, это может быть и 2%. Как мы захотим, насколько агрессивно мы захотим пойти. Например, Корея очень агрессивно пошла и пошла и добилась больших успехов, и перестроила свою экономику, и теперь их экономика стала конкурентоспособной. И вы видите успехи корейской экономики, потому что они пошли на резкие большие инвестиции, а сегодня начали уже пожинать плоды. И когда мы говорим до 2% ВВП, ну, примерно, что такое 2%? В казахстанской условии это 4 миллиарда долларов, учитывая нашу экономику в 200 миллиардов. 4 миллиарда это не означает, если даже мы захотим 4 миллиарда долларов в год инвестировать, это не означает 4 миллиарда госинвестиций. Там должна быть господдержка, мы должны там правила игры сделать, мы должны там, может, кредитами помочь, еще чем-то. Но на самом деле большинство это будут, и госкомпании, конечно, могут участвовать, но большинство денег это будут частные инвестиции. Почему процессы внедрения именно альтернативной энергетики в Казахстане идут достаточно медленно? Например, если взять ветровую энергетику, у нас 2 триллиона киловатт-часов в год потенциал. Мы сегодня 86 миллиардов киловатт-часов всей страной вырабатываем сегодня. В 30-м году мы хотим вырабатывать 150 миллиардов киловатт-часов. Почему мы его не внедряем пока, и почему мы часто говорим об этом? Потому что законодательная база у нас не подготовлена. У нас принят закон в 2009 году, но он получился недоработанный, получился не настолько отвечающий тем нуждам, чтобы инвесторы побежали и сказали, да, мы хотим вкладывать. То есть он не ответил на эти вопросы, потому что он, мне кажется, был на скорую руку сделан. Но сейчас подготовлены изменения в Министерстве индустрии новых технологий. Вот мы с нашими коллегами недавно встречались, заседали, смотрели еще раз вот эти новые изменения, уже с привлечением хороших консультантов это было сделано. Отвечают ли они новым требованиям? Вот я хочу сказать, что они отвечают. Мы там сейчас небольшие еще шероховатости доделываем и надеемся на скорое принятие этого закона. И этот закон должен обеспечить фиксированный тариф. Пока не будет фиксированного тарифа, ни один инвестор не пойдет в эту сферу. Это очень просто. То есть ни один инвестор не захочет потерять деньги. Большое вам спасибо, Владимир Владимирович, за ясные, понятные и объективные ответы на интересующие нас вопросы. Ну и мы, разумеется, желаем вам успехов и удачи. Спасибо. Спасибо, Даниилар, приглашайте почаще. Большое спасибо и вам. Напомню, в студии интервью КИЗ был министр охраны окружающей среды Нурлан Капаров и я, Даниил Ромазанов. До встречи в эфире.